Ладно, всё. Просили, чтобы я не кидался по темам. Расскажу конкретно о моих работах, но самое главное, почему я не могу работать. Чтобы понять вообще, что ты не можешь работать, понятное дело, нужно сначала попробовать поработать. В общем, началось это в 2019 году. Мне купили Chevrolet Lanos, а может быть мне купили в 2018, я годик покатался. И в 2019 понял, что пора бы уже что-то там плюс-минус познать, что есть работа. И вот я с чувством, что это клоунада, что это по приколу, что это веселье, пошёл в Яндекс.Иду. Меня привлекало тогда свободный график, и что очень просто устроится. Почему бы нет? Там по сути даже никаких собеседований как таковых и не надо было проходить. В общем, старт. Стартовая площадка. Идеальная, я считаю, до старта. В общем, брррр. Жёстко, жёстко. Потому что у меня психика так устроена, что какое-то серьёзное действие... Одним наплевать на это, там чуть ли не столкновение, там чуть ли не поцарапал машину, чуть ли не сбил пешехода, опаздываю на заказ. У меня всё это... На меня всё это неблагоприятно, мягко скажем, на мою психику влияет. То есть я взрываюсь сразу же. В Яндекс.Иде таких моментов очень много. Ты ещё всё время должен искать, где припарковаться. Поэтому я как бы работал, но не постоянно. Вот поработаю, отдохну, поработаю, отдохну, 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 отдохну. Думаю, нафиг мне этот Яндекс. А давай сейчас попробуем Delivery Club. Вдруг там что-то поинтереснее. Но вообще у меня тактика была такая, сразу же, теория, что я смогу одновременно пахать в Яндекс.Иде и в Delivery Club. Эта тактика сработала хотя бы потому, что в Delivery Club вообще не нужно было ничего делать. На тот момент почему-то вот в Екатеринбурге у нас на локации Ботаническая, ух, вообще заказов не было. А особенно когда-то можно было начинать заказ из любого места, потом это быстро пофиксили. Я начинал заказ далеко от точки старта, дома у себя. Сидел и никогда не делал, а заказы не приходили. Но потом уже начинал мне писать куратор, что что это самое. Ну хотя он такой же чувак, он тоже одновременно работает там охранником и в Delivery Club. Он меня понимает и тоже из дома начинает, но у него дом хотя бы рядом с точкой старта. Где-то там в Пионерском районе. А у меня нет. Поэтому очень легко было сочетать. Но один раз я попал по-жёсткому. Яндекс как бы начинал я на Ботанике, но меня закинуло, было очень много заказов потихоньку, потихоньку, потихоньку в центр. И там уже с Delivery начинается жескач. И мне одновременно попали заказы в разные края города. Ну короче, далековато, далековато там было до них ехать. В общем, я чуть не сдох, это такой перегруз был, это такие нервы были жёсткие. Ой, а до этого ничего такого, я спокойно, одновременно, у меня был слот в Яндекс.Идея, смена и в Delivery. В общем, это такой стресс, я становил, ой-ой-ой. После этого момента, ещё больше моя прыть подугасла, подугасла. Ну в общем, это всё разрушает мою психику, так или иначе. Я уже взял большую паузу, продал Ланос и захотел на такой допаминовой цели переехать в Москву на эти деньги. Это тоже для старта хорошие деньги. Что там, 100, ну допустим, 110 косарей, почему бы нет. Нужна мне была самостоятельная жизнь, попробовать вот это вот сепарирование от родителей. В общем, успешно я его прошёл. Жен там просто в невероятных условиях. Мне удалось снять квартиру, даже по тем временам, это 2020 уже год был, за 25 тысяч рублей в месяц. Но это не деньги. Ещё там была хозяйка квартиры инвалидша, и у неё льготы присутствовали. И там, соответственно, коммуналка очень дешёвая была. В общем, всё прекрасно, благодать. И вот уже период начинается работы в Москве. Значит, я пошёл учиться в копировалку под названием копирка. Я как бы графический дизайн умею, то там графическим дизайном и не пахло. Значит, потихоньку, потихоньку, на следующем, на первом дне учения, может быть, ничего не понятно было, но на втором уже всё было понятно. Главное, я прочитал отзывы про эту копирку. Там такой интересный договор после обучения тебе подкидывают. Что? Да, обучение бесплатное, но если ты уже всё прошёл его, устроился, такой контракт заключаешь ты с ними. Если ты полгода в этом, в каком-нибудь там душном помещении, 12 часов там без выходных почти не отработаешь в этом, в колхозе в этом под названием копирка, то ты должен им бабки платить за обучение. Всё. Ну, они как бы их удерживают, разумеется, от твоей зарплаты. В общем, всё прекрасно, всё весело. Я как бы дал знать чувачкам, закинул, что вот такая вот хрень. Естественно, нам на обучении такого не говорили. Ну, я там одному чувачку дал это самое, понять, что, ну, вот так вот, не туда мы устроились. Ну, не устроились, не туда мы пошли учиться, чтобы устроиться. Второму, ну, вообще, этот чувак уже всем рассказал, вообще, это было прекрасно. Мы там разорвали всю копирку, которая, всю обучающуюся группу. Ну, и так я подумал. Рискнуть хотелось всё-таки, ну, ну, я, только это вот безответственность какая. Ну, не смог бы 12 часов работать даже в этом душном помещении. Кстати, многим это не помешало, и они продолжили учёбу. Я как бы всё, до свидания сказал. Ну, деньги-то нужны, чтобы уже сейчас шли. И тут машин у меня нет, велосипеда нет. Яндекс.Ида всегда со мной, да? Там-то я уже уволился из Яндекс.Иды, из Delivery Club. Думал, ну, начнём всё сначала. Только уже не на машине, а пешочком. Пешочком нервы, наверное, будут меньше. Ой, это была чудовищная ошибка. Потому что я всё пешком ходил, на транспорте экономил, никаких признаков у меня не было. Я доходил там, ну, мог, считать мы не будем, ну, от Марьино дойти уже до границы с Кузьминками. А мне же ещё обратно домой идти. Там этот Бургер Кинг у них, вот где этот Кузьминский лес. Ну, начало, где граница слюблена. В общем, это пипец, блин. Я так много ходил, я себе всё стёр, всю спину себе из напряг. Мозоли у меня всё там было. В общем, взрывы, взрывы, взрывы. И при том, что максимум смену брал 5 часов, ну, может быть, 6 часов в сутки. Не мог больше. В общем, это как временный вариант. И тут, я думаю, очень у меня была мечта, такая серьёзная, по Москве погонять на машине. Пусть у меня компания предоставит машину. Много-много искал, там Матизы, папа Джонс предлагал. Там что-то не срослось с ними. И устроился я, потому что там 4 часа нельзя было работать. А я не могу работать, не могу. У меня просто нету сил. У меня моментальная какая-то ситуация, меня выбивает из строя. То есть я гипервосприимчивый человек. А на работе, как правило, таких вот моментиках, которые давят на психику, их очень много. В общем, Киа Пиканта красная. Поработал я в пиццеход, что ли? Ход, пиццеход, что ли называется. Короче, то же самое, что Киевси. В одном отделении владеет она и Киевси, эта компания, и вот эта пиццаход. Ну, короче, там просто звездец был какой-то. В Москве, во-первых, водить, парковаться негде. Ну, я там потом уже приналовчился. Куча просто неадекватных людей, которые подрезают, вырезают, зарежут. В общем, как нифиг делать. Но самая-то фигня была не в этом. Пиццахат в самом центре Москвы постоянно опаздывала с заказами. Постоянно. А крайней-то я, потому что я же передаю заказ. И что там была эта клоунская форма. Ой-ой-ой, ребята, вот это вот всё. Унисекс форма, в общем, это было жёстко. Команда мне там нравилась, молодости нашей. Команда, да, действительно, там удивительно. Где пиццахата, где такие вот серьёзные, с образованием высшим сотрудникам. Нет, там всё было, там всё чётко. Мне понравилось. Но работать я больше месяца не смог в этом. Очень тяжело. Тяжко-тяжко. Значит, далее. Или, может быть, до этого, до пиццахата, скорее так. Я устроился в МТС. Значит, месяц ты, как бы, как это, обучаешься? Нет, вначале две недели ты обучаешься. Всё там в группе. Потом вначале ты проходишь собеседование. Потом ты обучаешься у них. Потом всё. Устраивают тебя на работу рядом с домом. Ну, в крайнем случае, там на следующих станциях. Вот это. Где я свободно. Да, у меня был рядом с домом. Всё хорошо. Команда. Вот тут команда была ужасная. Ну, короче, не могу с ними склеиться. Не могу. Если мне человек не подходит, как бы, он быстро это понимает. Я быстро это понимаю. Там какие были ребятки? Деревенская тётушка с ребёнком, который 40 лет из Белгородской, что ли, какой-нибудь деревни. Примерно, плюс-минус. Потом мужчина татарин с бородой такой. Ну, не мачо, но спокойный человек. Полный антипод меня. Я супер взрывной, неспокойный. Он спокойный. Он ещё работал коллектором, подрабатывал. Ну, как? Там нормально тоже платили. Мальчик, которому 25 лет. Ну, он более-менее мажор, потому что, как бы, ему родители всё оплачивают. Ему не надо много зарабатывать. Это у меня, как бы, катастрофа. И директор наш весёлый. Ну, как, образно скажу, весёлый. В общем, через месяц работы я чуть ли не добился, скорее всего, добился штрафа и, может быть, даже увольнения этого чудака. Мудака. Бляха-муха. Мне деньги надо зарабатывать. Все понимают. А они мне дают такие указания, что давай там в ведрины, ценники понавесь, там, иной раз вообще даже где-то прибираться мне в выходной коморке. Говорят, давай-ка это. Я что-то думаю. Ребята, я работать, я бабки зарабатывать пришёл, а не прибираться. Это что такое? Ну, звоню там кому надо. Говорю, какого хрена? Я про него ничего не говорю. Меня тут заставляют, бляха-муха, не работать. А вот заниматься вот этой вот фигнёй, уборщичеством. Мне тётка там говорит, что да это нормально. Это нормально. Ты ещё начинающий. Я думаю, ну, значит, это нормально. Если даже для высшего, высшестоящего руководства это нормально. Для женщины, ну, хотя она по обучению высшее руководство и ничего более. Ну, короче, заколебали меня. Заколебали меня. Здорово. С серьёзным скандалом ушёл через месяц. Через месяц. Ну, как бы это чисто их проблемы, что они устроили такую армию, а я как бы не передошу, когда надо мной команды давлеют и так вот жёстко ещё. Прямо используют. Я как бы быстренько-быстренько даю людям тоже понять, что, ну, чё-то ты это, несерьёзно. И без конфликтов там не обойтись. Я как бы там здорово всё бросил, это самое. Так это всё красиво выглядело, манерно. Ну, нет, без манер, конечно. И всё, они там, ну, как-то, да-да-да-да. Всё. Ушёл, ну, потому что, ну, выбесили, я взорвался, я взорвался, потому что я взрывной человек. В общем, эта психика, она не даёт вообще нигде работать толком. Потом всё. И вот из-за этой психики я, короче, проворчался за 25 тысяч с квартирой офигенной. В общем, я не смог удержаться, задержаться в Москве. Это ужасно. Потому что я не смог именно нормально работать. Дальше я прилетаю из Москвы обратно в Екатеринбург. Деньги у меня ещё остаются. На эти деньги я покупаю себе семёрку инжекторную. Снова устраиваюсь в Яндекс.Еиду по старой памяти. А нет, 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 нет. До Яндекс.Еиды ещё был связной. Я решил, ну, в Еверсит, в связной устроиться. В общем, меня хватило, я даже не устроился, меня хватило на два дня даже не обучения, а вот самого первого этапа обучения, где тебе ещё... Нет, начало обучения там уже всё-таки, да, не первый этап обучения был. Ну, короче, какая разница? Какая нафиг разница? Главное, что у меня хватило на два дня этой Евросети. В общем, я попрощался. Попрощался, тут чувствую, но я не могу просто вот этим заниматься этой хренью. То есть мне нужно минимум 7 часов потратить на то, чтобы тупо стоять, с кем-то общаться иногда, заниматься скукой, сумасшедшей скукой просто. Не могу это, не моё. Мне всё время нужна смена деятельности, вот тоже касаемо психики. Смена деятельности. И думаю, в Яндексе держу всё время какая-то движуха, всё время что-то новое, припарковаться, там это, там эта ситуация, там это. В общем, на этой семёрочке немножко я поработал, я вообще боялся на ней работать, на ней страховки у меня не было. Я достаточно там экономил, ну, копеечку подзаработал. В деливере я не стал устраиваться. Следующее. Вот я подрабатывал в этой Яндексе, где по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, пешочком уже, пешочком. Уже в своём родном городе. И тут я подумал совсем недавно, в том году, что опять надо попробовать. Но я уже столько работ перепробовал, везде это не мог, не могу задержаться, и всё, не могу, и всё, ну, психика не даёт. Это, кстати, ужасный сотрудник, вот такой вот больной психически. Я ещё всё время зажимался, ну, чё поделаешь-то, как бы, я тоже не надо, мне, как бы, кормиться-то нужно тоже на чё-то. Дальше я решил устроиться, у меня было субарендное, вот это вот серьёзное такое занятие, про него я не буду сказать, я про него уже рассказывал. Но это не работа, это не работа. Тут я решил устроиться, думаю, а чё, я более-менее разбираюсь в новостройках, люблю вторичку, люблю недвижимость, люблю наши районы более-менее. Думаю, а устроюсь-ка я риэлтором. Всё замечательно, там такие перспективы были, ну, просто невероятно. Там как раз-таки вот этот вот самолёт плюс, главный флагманский офис по всему Уралу находился вот там, вот куда я пошёл. На много уважаемой камере закончилась память. Вернёмся. Короче говоря, всё упёрлось в то, что там нужно рано вставать. Вот почему так принято, что учёба вся, школы, вузы, работа почти вся требуют раннего подъёма. Есть люди, например, как я, которые не могут, не могут и всё просыпаться рано. У них свой график. Короче говоря, не пошёл я. На первый рабочий день там уже был, не пошёл. Второй минус, в принципе, эти звонки долбанные, бесконечные, навязываться людям, заходишь в доску объявления и всем там название, давайте я вашу квартиру продам, давайте я вашу квартиру продам, вашу квартиру продам, и вашу, и вашу, и вашу. Ну, люди как бы бесятся от такого, я считаю. Бесить людей лишний раз. Охренадо. То есть, по факту, вся работа заключается в том, что ты ищешь заказы не для себя, а для риелторского агентства. И тоже вот этот формат, что получается, они мной управляют и за счёт меня барыши себе получают, а я так, как уже побочный элемент, ну, высокий побочный элемент. Сейчас тут я подумываю о том, что неплохо было бы, про мечты я рассказывал, возобновить графически-дизайнерскую свою деятельность, то есть, вспомнить весь софт, весь софт, набить руки, подучиться в сжатые сроки и попробовать, потому что оно-то безумно скучно, я, можно сказать, из дома не выхожу, как тут в заточении сижу, как в тюрьме, попробовать устроиться графически-дизайнер. Но опять же, мало-мало-мало, хотя люди творческие должны, казалось бы, работодатели понимать, что, но они должны высыпаться, они просыпаются, ну, там, в час-три дня только, это, конечно, безумно тяжело, безумно вредно ещё, ну, в общем, там, в основном, конечно, работодатели не понимающие этого, ну, в принципе, есть вот тот же жизнь Март, он вроде как там дизайнеров берёт на гибкие графики. Короче, посмотрим, что будет, сейчас надо ещё сооружать портфолио, всё в сжатые сроки делать, всё вспоминать и, по сути, может быть, может быть, там, устроить на несколько месяцев. Вот так вот, то есть, психика так устроена, что мельчайшая какое-то, ну, серьёзное при этом событие, а не серьёзнейшее при этом, так это вообще громаднейшее, оно выбивает из калии, поэтому я всё время это бусоливаю, в общем, травмы, 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 это резалка по сердцу любое такое событие, ну, плюс проблемы со сном и плюс в принципе, что я в соцколлектив выливаюсь новых людей, ну, наверное, а я ещё не пробовал, в текущие вот лет семь, наверное, я в коллектив особо и не врывался, даже то, что был в МТСе, я скорее вырывался, всего, короче говоря, вот все вот эти вот факторы вкупе, они и приводят к тому, что я Александр Кузьмин, и я не работаю, я не работаю, ну, не сказать, что совсем уже без денег никто не ядец, но на самом деле, мне кажется, что сейчас такая у меня жизнь, что я вообще предоставлен сам себе и можно ничего не делать, что говорю, что уже так скучно. Всё, Александр Кузьмин был на связи, не буду вас закалёбывать дальше, всем пока. Та, нет, 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 жду, как обычно. Формат, о чём мне снять видео от вас, это из ваших комментариев черпаю, и в принципе, формат диалога, вы должны в комментариях рассказывать, можно сказать, это ваша оплата за просмотр видео, партнёрскую программу уже отключили, ну и всё, и подписку не давайте, всем пока.